Состояние системы здравоохранения продолжает оставаться вопросом острым для края. Огромное количество претензий, вопросов, требований и так далее со стороны жителей Алтайского края. Мы с вами видим, фиксируем, отрабатываем, но поток их достаточно высок. Так губернатор отреагировал на доклад министра здравоохранения Дмитрия Попова. В монологе о развитии материально-технической базы «Все хорошо». За год на ремонт больниц выделили более 2 миллиардов рублей. На эти деньги проводят капитальные работы, меняют лифты, благоустраивают территорию. Свыше миллиарда потратили на новое медоборудование – ультразвуковое, хирургическое, реанимационное. Поставка медицинского оборудования – это более 287 единиц современного оборудования. Такого, которого ранее и не было даже в Алтайском крае. В первую очередь это рентген-симулятор для лечения больных онкологического профиля, для точности диагностики и прицельного лечения дистантного злокачественного образования. На 2020 год планы тоже наполеоновские. Начнут строить сразу 26 новых фельдшерско-акушерских пунктов, еще 200 отремонтируют. Кстати, один ФАП обойдется краевому бюджету не менее чем в 4 миллиона рублей. На новое оборудование выделят свыше 300 миллионов, приобретут не менее 700 единиц. Еще обещают начать строить хирургический корпус Центра охраны материнства и детства на 165 коек, новую поликлинику в квартале 2002А и второй лучевой корпус онкологического центра. Сколько у нас запланировано денег? 2,1. И вы к чему идете? Что 2,6 – это больше, чем 2,1? На 0,5. Чуть-чуть больше, да. И что будем делать мы с этим? Исходя из, опять-таки, это, скажем так, максимальная потребность, которую мы сегодня озвучиваем, без, уважаемый, Виктор Петрович, понимания пока реализации программы по первичной медико-санитарной помощи. В целом, согласно докладу министра здравоохранения для улучшения в сфере, необходимо 2,1 миллиарда рублей. Но в идеале бы нужны 2,6 миллиарда. На что пока не решили. Известно лишь, что 230 миллионов не хватает на обновление машин скорой помощи. В общем, чтобы жалоб на медицину в крае было меньше, нужны деньги. Дориды Миллер, Николай Шелко. День с толком.